Бунасяра Стимац Болцень Бунасяра Стима Бунасяра Стима Бунасяра Стима Бунасяра Стима Я здесь перед вами. Мне не стыдно за ту работу, которую я выполнял, потому что вернувшись в страну в 2014 году, я понимал, что я возвращаюсь в страну для того, чтобы отдать долги своим корням, отдать долги родному городу, родной стране. Я старался в течение всех этих лет и, поверьте, отдал мне часть, как некоторые пишут в социальных сетях. Поверьте мне, что я отдал городу и стране абсолютно все то, что у меня было заработано за эти годы. Это личные средства и тот опыт, который я приобрел. И до осени прошлого года, до 2021 года, я уверенно шел вперед. То, что произошло на парламентских выборах 22 июля, я ни в коем случае не хочу и не имею права возлагать на кого-либо ответственность. Всю ответственность за результаты на этих выборах я возлагаю на наше политформирование и на себя лично как председателя. Когда я увидел результат в нашем городе, я понимаю, что многие политики мечтают о том, чтобы где-то набрать 23%. Но после всего того, что у нас было раньше, я это воспринял как вотум недоверия по отношению к себе лично и к нашей команде. Я понимаю, что сегодня есть тысячи людей, которые нас поддержали в городе и поддерживают сегодня, потому что за нас голосовало 10 тысяч человек в Бельсах, 60 тысяч 100 человек по всей стране. Но я всегда вам говорил, что я буду всегда только в той должности, где меня видят люди. Поэтому, когда я выдвигался на выборах в 2015 году, когда я встретился с вами в августе 2019 на День независимости, когда была полная площадь Бельчана, я сказал, скажите, пожалуйста, я ухожу на пенсию или выдвигаюсь еще раз. Десятки тысяч людей тогда включили телефоны в поддержку, чтобы я выдвигался. Когда я выдвигался в президенты, я делал то же самое. Я никогда, запомните, не мечтал о какой-то должности. Я всегда мечтал о чем-то очень простом. Добившись жизни, можно сказать, практически всего в 33 года. Я тогда приехал домой в 33, еще не был седой, как сейчас, не ездил в Германию раз в три месяца по клиникам, но у меня мечта была и есть одна – сделать все для того, чтобы люди в нашей стране жили лучше. Жили лучше простые люди, не те, которые грабили эту страну в течение всех этих лет, и грабили и наш город, и страну в целом. Я хотел улучшить жизнь людей. Да, я понимаю, что некоторые высказывали претензию, что я не такой, как другие, а я им никогда и не хотел быть. Я никогда не ходил на курсы профессионального вранья. Я не ходил, у меня не было политехнологов, у меня не было никогда по 5-6 этажей народу, которые разные партии учили, как наврать людям, когда всем обещают дороги, зарплаты, пенсии и так далее. Я всегда говорил о том, что нужно наводить порядок. Да, иногда, может быть, я был слишком жестким, иногда был чересчур прямолинейным, но я всегда говорил и буду говорить всю свою жизнь правду. Я никогда не жил и не буду жить для того, чтобы кому-то понравилось. Как я уже говорил, отчет о проделанной работе, он есть на сайте, он есть в деталях, где какие улицы, но концептуально. Для меня очень важно, что в городе сегодня, на примере улицы Конева, где от нас не зависела только замена электрических столбов, потому что я настаивал на том, чтобы кабеля, как бы, всех цивилизованных стран у нас начали уходить под землю, а не продолжали увеличивать их количество на столбах. Вы видели, мы пошли широкими тротуарами, капитальным ремонтом дорог, мы начали делать спортивные площадки, проект, который из-за пандемии совместно с городом Баташаны в Румынии, значит, наш центральный парк уже подписан. Значит, сейчас готовится тендер на парк Победы, который начал делать за свой счет, вы видели, чтобы показать, какие должны быть там фонари, тротуары и так далее. Значит, я в городе, пока я знаю, что другие отсюда выносили, я отсюда ничего не унес. Мне сегодня, когда все показали, за счет фонда, за счет моих личных средств, за эти годы было потрачено чуть больше 50 миллионов лень. Это только то, что запомнили. И поверьте мне, что я ни капли не жалею, потому что кто-то вкладывал в самолеты, в яхты, а я помогал людям, и у каждого в жизни, знаете, наверное, какое-то свое призвание. Я не хочу долго задерживать вашего внимания, потому что сегодня, на самом деле, это, наверное, самый неприятный день в моей жизни. Я очень рад видеть вас, но сегодня, когда люди привыкли к тому, что мир у нас настолько фальшив, что люди больше кайфуют, им нравится, когда им лгут, чем тогда, когда говорят правду. Правда у нас в стране, к сожалению, нравится людям все меньше и меньше. И еще раз, я ни на кого ни в коем случае не держу зла. Каждый всегда делает, как подсказывает его сердце. Но я не могу сегодня продолжать работу для того, чтобы мне какие-то негодяи, некоторые из которых вы их увидите кандидатами в ближайшее время, фотографировались по лужам, по ямам, хотя у нас вся страна без канализации в лужах и в ямах. А в Бельцах все телеканалы показывают, что очень плохо. Но, тем не менее, как я уже говорил, большинство бельчан, кто-то в это поверил, кто-то кого-то запугали, что запретит усатый русский язык, третьим написали еще какой-то бред. Люди решили так, как решили. Я не имею права влиять на выбор людей. И дальше я понимаю, что жизнь должна продолжаться в нашем городе. Все те проекты, которым был дан старт, а вы знаете, что весь город сегодня в стройке, из тех денег, которых у нас есть, поверьте, мы делали даже намного больше, чем делали предыдущие. И, тем не менее, запомните одну вещь. Я вас прошу не как примар города, я вас прошу как человек. Когда вы пишете в социальных сетях, когда вы пишете и говорите, что вот вы не хотите делать улицу Сорокскую, которая застряла, когда жалуются жители, в основном Северного вокзала, что улица Киевская, так если у нас одни городские сумасшедшие принимали законы последние 30 лет, что сегодня, чтобы вы понимали, что за счет всех необходимых процедур, значит, у нас сейчас экспертиза... Экспертиза когда была там по Киевской? В финале отдали. Какое число? Месяц назад. Значит, месяц назад нам только отдали экспертизу. Третья была. Да, окей, это была третья экспертиза. Но когда мы блокируем улицу, для того, чтобы не провалились троллейбусы вместе с людьми, еще раз, не автомобили, а троллейбусы, а нас обвиняют, что мы не хотим делать дорогу, так с таким количеством экспертиз, потом сейчас тендер на проектирование, потом тендер на... Послушайте, в экстренных ситуациях иногда в некоторых странах такие проблемы решаются в течение двух недель. В нашей стране это делать невозможно. У нас сплошная бюрократия, и с этим, поверьте, нужно бороться. Я хочу, чтобы вы понимали, что и в гор, и на счетах примарии Бельс, и примарии других городов и сел страны нет денег, которые примар держит как конзер, или муниципальный совет не хочет их на что-то выделять. Нет такого. Мы делаем ровно на те деньги, которые у нас есть. Задача примара и команды, чтобы за эти деньги делали как можно больше. И если бельчане не начнут требовать от центральных властей того, чтобы бельцы справедливо получали 50% из того, что направляется в центральный бюджет, поверьте, ситуация не изменится. Да, сегодня я рад, что наш город начал меняться к лучшему. В этом городе есть и вы. В этом городе я исполнил когда-то мечту своих студенческих лет. Построил памятник Высоцкому, где с удовольствием встречаются бельчане. Кстати, Никита Высоцкий сказал, что это самый большой, самый красивый монумент в мире. Поэтому благодарю архитектора и всех тех, кто в этом участвовал. Здравствуйте. Вы знаете, мне даже не знаю, как говорить на самом деле такие эмоции. Я благодарю всех тех, кто пришли. Знаю, что голосовало на самом деле людей намного больше. Уважаемые бельчане, Я сегодня... Я сегодня... Сейчас буквально мне осталось минут 15. На самом деле я встретился с вице-примарами, переговорил, чтобы понять, что будет делать Григоришин, что будет делать Шмульский. Не успел вот с Татьяной Анатольевной переговорить, но поговорим сегодня. Я понимаю, что с момента сегодняшнего дня в бельцах выборы пройдут 21 ноября. Я сегодня подаю в отставку. Вы знаете, всегда нужно уходить с поднятой головой и никогда не допускать, чтобы кто-то обвинял меня там или представителя нашей команды, что кто-то держится за власть. Поэтому, значит, я сейчас подписываю заявление... Можно дать тебе договорю? Извините, у меня очень много эмоций. Не надо! Не надо! Спасибо большое, уважаемые бельчане. Значит, смотрите. В любой стране люди высказываются, чего они хотят в день выборов. Люди проголосовали, большинство бельчан. 11 июля проголосовали за абсолютно другое. Я не могу дальше навязываться, поймите меня правильно. Я такой же живой, обычный человек, как и все вы. Поэтому сегодня я подаю в отставку, я подписываю заявление в ЦИК. Значит, вице-примары, вице-примары остаются в должности. Я с ними говорил, они были готовы уйти сегодня. Город не может оставаться в подвешенном состоянии до 21 ноября, пока не будут другие выборы. Поэтому и муниципальные советники, и вице-примары доработают этот период, потому что нужно разобраться с некоторыми муниципальными предприятиями, потому что у нас есть хорошее, но, к сожалению, есть и плохое. Сегодня ДРСУ, благодаря директору, стало рассадником коррупции. Из того, что я увидел отчет аудиторов, мне показали буквально несколько недель назад, сейчас готовят материалы в прокуратуру. Пока мы с вами работали что-то делать, там кто-то усердно воровал. По следам ДРСУ, я вижу, пошло наше троллейбусное управление, по крайней мере, руководство. Поэтому со всем этим нужно разбираться. Я дал сегодня определенные поручения. Вице-примары доработают до выборов, и советники тоже будут работать. Для тех политических партий, которые говорят о том, что вот они, новый примар не сможет работать, потому что советники от нашей партии будут мешать, всем предлагаю успокоиться. Никто из нас никогда за кресло не держался. И 21 ноября, значит, когда будет избран новый примар, наши советники подадут в отставку вместе с вице-примарами, для того, чтобы никто не смог нас обвинять, что мы за что-то держимся. Я вас хочу еще раз поблагодарить. Я хочу вас поблагодарить за все эти годы, что мы с вами прожили, проработали. Я из активной жизни никуда не денусь. Я буду делать всегда все для того, чтобы помогать нашей стране. Я понимаю, что сегодня нужны радикальные перемены и в партии, которыми мне не было времени заниматься. Сегодня я вышел с инициативой, чтобы руководители всех партийных организаций по всей стране ушли в отставку, и мы заново создаем, реформируем всю партию первичной организации, потому что это отдельная очень большая работа. Я вам обещаю, мне в этой жизни, поверьте, уже ничего не надо. Я бы хотел видеть всеми живыми, здоровыми вас, моих родителей, на которых все то, что происходило в последние годы, очень серьезно, к сожалению, отразилось. Если в этой жизни я смогу еще что-то сделать и для нашего города, и для нашей страны, поверьте, я это сделаю. Я всегда буду идти с высоко поднятой головой, просто я хочу, чтобы вы поняли, что каждый человек в жизни решает прожить ему всю жизнь в первом ряду, во втором или в третьем. И каждый человек, я считаю, что должен стремиться к тому, чтобы все-таки всю свою жизнь, неважно, простой рабочий, учитель, врач, ученый, депутат, руководитель, прожил в первом ряду и шел с высоко поднятой головой. Огромное вам спасибо. Я хотел бы пригласить на минутку, есть господин Ротарь, директор Бельской клинической республиканской больницы, дом директора ее брал. На день города я обещал начать определенные проекты. Я, к сожалению, не могу сделать все, потому что нет тех возможностей, которые были раньше. Но так как одно из моих обещаний, 22 мая на день города, это было все-таки обещание, связанное с жизнью людей, потому что от господина Ротаря я узнал, что в Бельцах до сих пор нет отдельной машины, именно на балансе больницы, которая бы обслуживала все наши 12 районов на севере Молдавии, потому что больница, она находится в Бельцах, а обслуживает в том числе и в севере Молдавии. Поэтому, чтобы вы все были здоровы, автомобиль марки «Форд» «Скорая помощь» стоит за вашей спиной. Директору передаю ключи. Я надеюсь, что этот реанимобиль спасет жизни сотен, может быть, тысяч людей. Еще раз огромное спасибо. Огромное вам спасибо. У меня на самом деле очень большие эмоции. Мне нужно просто собрать вещи там, какие-то остались в кабинете. Огромное вам спасибо. Вы будете решать 21 ноября. Бельцы, я вас люблю. Огромное спасибо. Низкий поклон. Добрый вечер, дорогие бельчане. Мы сегодня собрались для того, чтобы выразить огромную благодарность нашему мэру Рената Георгиевича Усатому. Мы здесь собрались не для того, чтобы просить сострадание с его стороны к нам, к бельчанам, к нашему городу. Но констатация фактов такова, что в скором времени мы осиротеем. Наш город расцвел благодаря Рената Георгиевича Усатому. То, что сделал Ренат Георгиевич для нашего города, не делал никто в течение 30 лет после развала Советского Союза. Ренат Георгиевич пришел к нам. Ренат Георгиевич пришел к нам с добром, с любовью, с целями. И он воплотил все, что задумал, он сделал для нашего города. Творить добро не каждый может, а только тот, кто мыслит. И, простите, у меня эмоции. У меня самая малость. Я распечатала, потому что, ну, наверное, не все проходят и обходят наш город Бельцы. То, что сделали, я была пару дней назад возле первой поликлиники. Посмотрите, я не поверила. То, что он сделал возле первой поликлиники, он превратил эту зону в парк. Сколько лет там не было ступенек. Мы заходили в поликлинику, спотыкаясь. Дети, благодаря Ренату Георгиевичу, отдыхали на морях. Дети, которые никогда в жизни не видели моря. Посмотрите, люди, посмотрите, я распечатала. Скамейки, лавочки, урны, детские площадки, тротуары, клумбы, питание для пенсионеров. Да, концерты. Потому что на концерты не все могли попасть. Я уже об этом говорила, когда мы собирались в первые дни. Сколько он техники для Бельц приобрел. Когда это было? Никогда. Про скорую помощь, про больницы помощь. Мы только что, Ренат Георгиевич, подарил нашему городу то, что не было сделано никем. Троллейбусы новые запустил. Елка. Какие красивые были у нас елки. Самые красивые. Для кого-то, может, это не важно. Но это праздник детства. Это праздник детства наших бабушек, родителей, наших детей и внуков. Это праздник, который мы ждали и ждем весь год. И то, что сделал Ренат Георгиевич для нас, эту красавицу ель, иллюминацию. Какие ездили троллейбусы, в какой иллюминации, водители. Как красиво были. Я извиняюсь, вы говорите, как на моей могиле, как будто я умер. Я говорю, нет, знаете, нет, я не говорю, просто, вы знаете, вы столько сделали для нас. И то, что случилось на выборах, возможно, кто-то допустил ошибку, кто-то кого-то послушал, кто-то на кого-то понадеялся. Но вы, мы вас просим остаться с нами, потому что у вас столько было идей для нас. Я с вами лично не знакома, но я всегда была за вас, потому что вы, вы просто посланы нам Богом. И я хочу поблагодарить вас от своего имени, от имени Бельчан, за все добро, за все то, что вы сделали для нас. Вам, Ренат Георгиевич, благодарим вас за ваши труды, за ваше терпение, за вашу любовь к нам, за ваши планы. Вы, город наш, оживили, превратили в маленькую сказку. К сожалению, мы вас предали. К сожалению, Ренат Георгиевич, простите, у меня тоже заклёстывают эмоции. Послушайте, в этом... Но вы, мы вас благодарим. У нас, к сожалению, как я говорил, страна вечного проектирования, но, как я сказал, я считаю, что есть памятник Высоцкого, будет парк Победы, Конева, другие улицы, Центральный парк будет готов. Мы всё сделали, сейчас нужно будет проводить только тендеры. Ренат Георгиевич, не бросайте нас. Я никого не бросаю, но я не могу навязываться. Можно минуточку внимания? Я не знаю, вы там частенько проходили на рынке северный, городе Норд. Ольга меня зовут. Это я первый раз тоже выхожу и, ну... Мы её знаем, хорошо? Да. Люди меня знают. И где-то мы с вами, даже не где-то, а... Ну вот, если вы действительно честно говорили о том, что вы не умеете врать и нигде не собираетесь этому учиться, то точно так же и я. Ну, конечно, где-то какие-то погрешности... Мы не идеальны. Вы согласны со мной, думаю, да? Тем не менее, могу сказать о себе, что никогда никого не грабила, никогда там никого не травила, не знаю, не убивала. То есть, живу с чистой совестью, скажем так. Это то, что немножко о себе. Хотелось бы задать вам вопрос по поводу... Вот, я очень много раз перед тем, как прийти сюда, просмотрела ваше последнее видеообращение к жителям Молдовы после 11 июля. Вы были очень расстроены тем, что... Ну, как вы говорите, или как вот люди кричат, что мы вас предали, да? Нет, я никого не обвинял в этом. Нет, я не говорю, что вы обвиняли, но вы очень этим расстроены. Почему? Вы же сами говорите, что вы служите народу, и вы хотите быть в той должности, в которой видит вас народ. Вас же никто не выгоняет с этой должности. Смотрите, люди просят, чтобы вы остались. Правда? Я вам отвечу на вопрос. Вы знаете, я думаю, что парламент Республики Молдова – это самое скучное из всей Гритвии власти. Но когда я уже терял голос, это было неоднократно, и Григоришин, и другие коллеги с премарией, когда... Дайте городу то, что положено на дороге. Мы являемся вторым городом в стране, где у нас есть улицы без канализации. Поменяйте законодательство для того, чтобы можно было демонтировать незаконные постройки. Поднимите зарплату бюджетникам, потому что сегодня все кричат, что диаспора, все уезжают из страны, а госслужащие у нас есть зарплатой 4 тысячи лей, понимаете? Согласна. 5 тысяч лей и так далее. То есть я требовал от всех, мы ни разу не были услышаны, и вы это прекрасно знаете. Нам всего лишь, когда другим районам выделяли по 40, 50, 60 миллионов лей, условно своим, да, некоторым, на Бельце давали издевательский миллион 200, миллион 800, хотя нам должны, мы же просили, чтобы нам возвращали половину. Мы никогда не говорили, что оставьте все деньги в городе, да, как, например, сегодня происходит в Гагаузе. Мы просили половину, этого не было сделано. Дальше мне, я предлагал все те изменения, которые сейчас вам назвал, бельчане за них 11-го не проголосовали, значит, они сами в это не верят, понимаете? А для меня недоверие со стороны людей... Можно я вас перебью по поводу числа 11-го? Вот я немножко расскажу просто даже о себе. Я 11-го числа не попала на выборы, не пошла. Знаете почему? У меня двое детей, у меня бабушка в инвалидной коляске. То есть, если честно, даже не хватило времени прийти и проголосовать за вас, за кого-то другого, честно говорю. С другой стороны, это была главная причина, почему я не попала на выборы. И закрутилась, и завертелась, и я про них даже забыла. Вторая причина, если честно, недоверие. Недоверие. Я не разбираюсь в политике, я не читаю. Да, может быть, где-то это моя ошибка, но так же, как и многие здесь, я просто хочу, чтобы все из нас были людьми, помогали друг другу, заботились друг о друге. И я очень часто в последнее время вспоминаю когда-то те годы, когда люди вот просто на Пасху, вот я вспоминаю момент, я шла как-то по улице, и на Пасху бабушка проходила мимо. Я извиняюсь, я извиняюсь, послушайте. Мне, у меня эмоции так же, как у всех людей, которые здесь. Да, можно, можно, можно. Я, я хорошо, я закончу, только, пожалуйста. Вы разговариваете не по теме, говорите конкретно и до свидания. По теме, хорошо. Хоть сколько хотя бы. Пожалуйста, вы говорили в обращении к жителям Молдовы о том, что вы волк, а волк, я считаю, что никогда не бросает свою стаю. И я считаю, что если вы действительно любите наш народ, бельский народ, хотя бы бельский, не надо стремиться к большему, стремиться быть президентом, править всей Молдовой. Дальше, пожалуйста, заботьтесь о бельском народе. Приводите дальше наши улицы в порядок. Вас никто не выгонял. На чьи деньги? Только единственные. Мои закончились, на чьи? Повышайте налоги. Девушка хочет помочь. Девушка хочет помочь. Я рад, что вы не просите меня броситься головой вниз при Марии, чтобы доказать, что люблю людей. Послушайте, я не собираюсь никому ничего доказывать. Я буду продолжать в жизни так, как жил всю свою жизнь. А вы лично и те другие люди, которые, как вы говорите, закрутилось, завертелось, забыло или не захотело пойти на выборы. Вот потом не жалуйте, что мы плохо живем. И дальше крутитесь и вертитесь. А я сделаю все, чтобы в стране было по-другому. Спасибо, Бельцы. Вам у нас есть Ден Соплет. Вакуум, Брин Петос. Извините, можно? Я прошу прощения, Ренат Георгиевич. Пожалуйста. Ренат! Не слушайте никого. Ренат! Вы все правильно делаете. Ренат! Хочу обратиться к вам. Эмоции такие... Даже на чемпионате Европы у меня не было таких эмоций. Ноги подкашиваются. Ренат Георгиевич. Мы с вами знакомы. Вы к нам пришли в 2015 году. Я сейчас говорю конкретно за баскетбол. Я баскетболист. Вы вдохнули в нас не то, что жизнь. Благодаря вам баскетбол начал переживать эпоху возрождения. Я сейчас говорю конкретно за баскетбол, за спорт будем потом говорить. За весь. Я, честно говоря, 20 лет занимаюсь баскетболом. Был и при красных, и при белых, и при черных. Разные были у власти люди. Но такого отношения, такого подхода, таких человеческих эмоций я никогда не испытывал. Мне 34 года. Я 20 лет занимаюсь баскетболом. Я вам говорю сейчас от чистого сердца, искренне. И мы вас просим, пожалуйста, не уходить. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё раз огромное спасибо. Вы знаете, по крайней мере, по крайней мере, не знаю, у кого, какие будут результаты достижения в своей жизни, активной, политической. По крайней мере, если я даже останусь в истории нашей страны, как первого человека, который ушёл не через протесты, как мы протестовали против, а под ваши аплодисменты. Спасибо, Бельцы. Спасибо, Бельчанин. Спасибо. Спасибо. Я хочу... Рината, Георгий. Он же устал. Так. Я не знаю, меня слышно или нет. Мы все ждём. Сделаем... Каждый человек для своего города. Что вы сделали друг для друга? Посмотрите. Рината Как так можно? А это же наши дети, это наши близкие. И эти слова заставляют вас покинуть площадь. Я понимаю. Никто не хочет позаботиться о городе сам. А надо бы об этом позаботиться. На сегодня, если каждый из нас уговорит, не уговорит, а докажет, восьмерым, а каждый восемь другим восьмёркам, мы можем... нас выжимаем... Нас... 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 Продолжение следует...